здравствуйте здравствуйте сейчас люди собираются пока люди собираются хотел прочесть вам небольшой стих вчера знакомые фейсбуке разместили стихотворение неизвестного автора не думай о природе с высока наступит время сам поймешь наверное все в жизни от букета до венка растения 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 у каждого растения свой сезон и мудрое латинское название растение раздают кому озон кому дыхание а кому чихание из крохотных растений создан борщ что борщ без них вода обыкновение и ты порой почти пол жизни жрешь замученные мертвые растения у каждого растения свой век от малого проростка до цветения но страшное растение человек уничтожает прочие растения но мы его конечно не виним пришибленного жизнью неврастейника настанет время и взойдут над ним растения 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 добрый день еще раз это прямой эфир из сада дракона это были стихи неизвестного автора из интернета и сейчас посмотрим что происходит у нас в саду что изменилось за последние дни вы видите это распускает свои белые побеги ель белый бок польский сорт действительно практически белые белые побеги желтолистные цуга вернее желтоцветные цуга вот сейчас хороший кадр я вам покажу это не цуга это пихта пихта конечно же это пихта сзади видите темно это пихта одноцветная видовая форма а на переднем плане ты пихта одноцветная желтохвоны вот такие вот разные разные то есть у пихт красивая ну и смотрим что у нас выросли пионы прошли дожди и буквально за одну ночь все весь сад увеличилась два раза как будто все ждало этого дождя дождь приносит очень хорошую воду мягкую нас поливочная вода из трубопровода она очень жесткая видимо не размывает питательные вещества а после дождя то есть дождь служит практически как удобрение помимо полива открывается бутон пиона мой флюри но здесь открываются бутоны пиона афина доцветает доцветает пульсатила цветает пульсатила ну и смотрим наш красивый кадр в прошлый раз мы смотрели что шаловидные флоксы только распускаются а вот сейчас они распустились и вот вам красивый кадр шаловидный флокс цветет на среднем плане бенджамин спасибо за сердечки спасибо всем спасибо всех приветствую кто к нам присоединился и на заднем плане ель хорстман джель выбросивший свои чудесные желтые приросты шаловидные флоксы здесь разные есть вот этот вот розовый здесь вот посажен такой с полосочкой посерединке цветка вот здесь они уже смешались вот это желтолистный вернее желтохвойный туевик такое древнее ископаемое растение вот здесь вот нас клен хвоста айди кларе очень красивая желтая хвоста она прям сияет и светит весеннем саду к сожалению техника показывает ее слегка швартрезной на самом деле она ярко желтая горяночка криппинг еллу посмотрите на очаровательные ободки по краю лепестков листьев и белые цветы лилень golden zebra хорош этой своей варегатной листвой сейчас посмотрим у нас тут вот чудо чудное открыло листья это японский клен японский клен это нам юра дал в прошлом году знает юра он сам выращивал эти клёны из семян но там было какое-то огромное количество саженцев выжило очень мало и вот эти адаптированные японские клены вот один из нас и один из них нам достался у нас здесь на верхней поляне было 25 26 градусов то есть видите прекрасно перезимовал японский клен пальматом такая у нас очередное чудо саду дракона на заднем плане золотыми листьями с белыми цветами калина гордовина сорта аурея в отличие от обычной калины практически никто ее не ест потому что у нее толстые кожистые листья покрытые опушением 3 сорт хвойные группы ну вот пойдем сейчас в сторону юли йо йо ки хорст манджель вот это горная сосна это сосна винтерголд в интернете везде это проходит как карлик она желтохвойная зимой винтерголд на лето она зеленеет но у нас вот этот карлик достиг уже обхвата метра три своих ветвей и моего второй год общипываем надо конечно было раньше начинать общипывать все время хотелось чтобы побыстрее выросла потом раз и надо было общипывать лет пять назад начинать вот если видите выполняется вручную потому что секатором если резать то вот эти вот хвоинки отрежутся это вот они все общеполы и и как-то так это делается если попытаюсь показать вот ой-ой-ой камера ушла извините верните верните камеру сейчас вот пока побеги хрупкие можно прям взять и ногтями вот так вот раз увидите хвои и вместо среза остается практически незаметным как будто все так и было то есть в целом если обрезать секатором будет заметны очень срезы а так руками руки покрываются смолой от этого смола ничем от рук не отмывается кроме скипидара покупайте скипидар он почему-то редок в наших хозяйственных магазинах но встречается так как скипидар собственно и делают из смолы то он является прекрасным растворителем для смолы и легко очищает руки и ткани одежду вот сейчас пойдем на горяночку посмотрим ель хорстон джель перед ней сидит горяночка смотрите какие красивые красные цветочки такая милая горяночка не знаю качество видео почему-то у нас тут периодически падает поэтому я фиксируюсь чтобы вы могли посмотреть на цветы горянки когда горянки цветут совершенно невообразимое впечатление в саду во первых это невозможно практически никакой техникой снять потому что глаз выделяет эти цветы а все эти фотоаппараты они так и скрадывают их на самом деле такие облака разноцветных цветов когда ты к ним приближаешься эти облака превращаются в такие вот летающие тарелки или звезды да или вот эльфы мне подсказывает в общем просто сажайте горянки в своих садах мы посмотрим что у нас тут еще зацвело это мы все ходим по зоне весны в принципе везде что-то зацветает здесь близко к дому хорошо работает вай фай будет на большом китайском сайте накупить еще удлинителей вай фай гулять дальше вниз по склону вот мы с вами видели в предыдущем как бы в предыдущем кадре несколько кадров назад одноцветные пихты видовую форму и желтохвойную и вот голубая карликовая форма одноцветная пихта с голубыми хвоинками вот этот вот сияющий как бриллиант цветок это купальница купальница это семейство лютиков лютик ну вот она конечно в саду сияет переливается вот этот момент на солнце очень ярко один из ярких цветов видно прямо за километр вот посмотрите желто листный ландыш ландыш опытные садоводы знают является опасным сорняком для сада то что на хорошей земле он размножается лавинообразно с ним надо сражаться но вот желто листный ландыш он имеет право на существование как и обычный ландыш просто держите опыт контролем и все будет хорошо и покупая ландыши знаете что с ними надо будет надо будет их четко контролировать не давайте им волю иначе они подомнут под собой все другие растения это вот тоже компактные формы ели когда избавлюсь от слова паразита тоже тоже все выпускает свои приросты этот шум наверху это на вертолеты летают когда мы закончили планировку своего сада несколько лет назад вертолеты некоторые стали прямо пролетать над нашим садом такое впечатление что они скоро будут садиться и выходить на экскурсию иногда сильно раздражает когда вертолет проходит практически на тканьку вот купальницы еще один куст купальницы здесь вот доцветает триллиум эректум перпл в прошлый раз мы его смотрели здравствуйте здравствуйте кто присоединяется так что видите вот цветут у нас купальницы сильный дождь и сильный дождь немножечко повалил триллиум снова бантинг но не убавил его очарование от этого потому что все равно смотрится как цветущий поднимется обратно здесь вот наш сад на востоке остельбоида смотрите как развернул свои листья накрывает собой какие-то другие растения и там поднимаются папоротники папоротники очень красиво открываются такими круглыми завитушками вот именно вот эти несколько дней такой вот кудрявый цветник поднимающихся папоротников пойдемте обратно посмотрим что у нас тут есть как мы сорта запоминаем то кажется только что мы запоминаем на самом деле мы их не помним а в момент когда я что-то показываю конечно тут же забываешь красиво бен вернут же у нас достаточно часто встречаются вот такие вот шпаргалки этикетки поэтому так в половине процентов случаев я их не помню в 20 процентах я их помню остальные 30 процентов я просто читаю этикетки просто стараясь чтобы они не попадали в кадр ну и вот здесь у нас сейчас вынули из бункера хосты это наша экспозиция хосты в горшках сейчас они на теплом солнышке спасибо спасибо александр за теплые слова сейчас обновляем композицию хосты в горшках развернуться и будет у нас крылечко хосты в горшках здесь опять красивый кадр туманная даль шаловидный флокс на переднем плане зацветающий водосбор аквилегия красивая хосточка это fireworks ну и после полетим на большую поляну вот там красивый кадр туманные дали туманные дали здесь ель хорстман джель на переднем плане горная сосна там сзади горная сосна winter gold потом вот видите светлые это калина гордовина аурея и поднимается голубая ель видит справа это просто видовой чубушник который достался нам вместе с садом здесь рос всю жизнь и мы его просто не стали убирать а провели мимо него дорожку когда цветет он очень сильно пахнет видовые чубушники очень сильно пахнут в отличие от сортовых здание сорта часто теряются некий признак стремясь сделать скажем очень махровый чубушник или очень большие цветки уходит аромат если вы хотите чтобы у вас в саду пахал чубушником сажайте обычный видовой его можно вырастить из семян если вы хотите что у вас были махровые и пахнущие сорта то посадить скажем штук 5 чубушников из них один видовой остальные сортовые у вас будет и красота и запах все потому что один куст пахнет совершенно сногсшибательный на пол квадратных километров то есть когда цветет наш чубушник весь сад напоен ароматом его одного этого большого куста хватает видите до цветает серая спирея здесь красивая горяночка посмотрите какими разные листики как будто она сделана из двух или трех различных сортов а это вот один сорт конечно на горянке это такое чистое японское удовольствие можно просто сидеть и смотреть наверное у японцев есть у садоводов какой нибудь японский термин который может переводиться как любоваться горянками красоту их листьев и цветов как мы вывели одуванчики ни одного не видно одуванчики есть просто мы с ними боремся все время используя все средства ты однажды слушал хорошую садовую передачу там рассказывали про садовых муравьев как с ними бороться это тоже напасть и там это помню туманов и пил это вот я запомнил на все время тоже привожу на всю жизнь он привел арабскую пословицу в пример сказал но это относилась к муравьям и тоже можно сказать про одуванчики в общем смысл такой что шайтана победить нельзя ну то есть зло победить нельзя но не бороться с этим злом это еще больше зло то есть каждодневная борьба вот вам пожалуйста одуванчик вот одуванчик это вот ведь одуванчики после газонокосилки что они делают пройдя они чувствуют что по ним прошли газонокосилкой они отращивают свои цветы ниже ножа газонокосилки то есть вот на трех сантиметрах поэтому применяем физические средства борьбы то есть выкапываем их выдергиваем химические средства борьбы специальные гербициды системного не системного избирательного действия которые травят только одуванчики оставляя газон ну и продукт такой борьбы кажущееся такое отсутствие одуванчиков они есть их много просто мы с ними все время боремся 50 процентов работы в сады состоит из прерывного выдергивания одуванчиков ну и красивый вид напоследок сейчас я выбираю шланг из кадра это наша поливочная система вот вам красивый финальный кадр сада дракона золотистая туя доцветающий пион жасмин практически отсветшие вишня середине ель хорстман джель ну и сзади сосна румилийская спасибо всем кто был с нами спасибо очень приятно что вы нас смотрите приятно что когда ты показываешь что-то это людям нравится в общем спасибо спасибо всем спасибо очень приятно ваши сердечки спасибо да всякие ваши лайки будем мы дальше выходить в прямой эфир показывать сад дракона и приезжайте к нам в гости потому что но техника не передает потому что здесь как бы все шесть чувств и обоняние и осязание можно потрогать что-то и посмотреть и понюхать и просто знаете вот как это душа радуется душа радуется спасибо приезжайте завершая прямой эфир завершая прямой эфир спасибо вы как приятно много сердечек до свидания до свидания спасибо всем кто был с нами до свидания мы всегда вам рады рады вас видеть и всегда рады увидеть вас в гостях до свидания